Думская площадь. С добрым утром! Всю неделю я, как и многие мои коллеги с мультимедийной платформы Руссел СМЛО, буквально с замиранием сердца, следили за обновляющейся страницей портала Руссел СМЛО. Когда же появится очередной дневник скорой для Украины, и наш коллега Алексей Дунда, что называется, выйдет на связь и расскажет о том, как идут у него дела там, в Украине. А начиналось все вот с чего. «Мы не возим с собой воздух», — пишет он в своем первом дневнике. Такую надпись он прочитал у одного из волонтеров фонда «Паруса Свободы». Волонтеры вот уже скоро 9 месяцев перегоняют в Украину машины неотложной помощи. Скупают подержанные автомобили по всей Европе, набивают их медицинским оборудованием и отдают украинским врачам, тем, что находятся ближе к фронту. А покупают они их за пожертвования. И таким образом отправили нуждающейся Украине уже больше сотни машин. И вот еще одну машину, купленную на пожертвование именно жителей Латвии, было решено перенаправить туда, в Украину. За руль сел рижанин Сергей Снегирев, ну а рядом с ним, как журналист, да и просто как человек, сел мой коллега Алексей Дунда. Которого приветствую в нашем сегодняшнем эфире. Леш, доброе утро. Здравствуй, Анастасия. Теперь здесь, да. Сразу оговоримся, мы с тобой давно и плотно знакомы, да, работаем в одной редакции, поэтому позволим себе обращаться друг к другу на «ты». Знаешь, хочешь, расскажу тебе историю про красный чемодан. Вчера в редакции мультимедийной платформы «Руссел СМЛВ» появился большой и красный чемодан. Люди, проходившие мимо него, делали следующее. Они вздыхали с большим облегчением и говорили всего лишь одно слово «фух, вернулся». И бежали дальше по своим делам. То есть мы поняли все, Леш, что это твой красный чемодан, что ты вернулся. Так что с возвращением я хочу тебя спросить, Леш, что это было? Это было журналистское любопытство, это было мужское желание, так сказать, потеребить нервы и съездить на войну, или вот чисто человеческо благотворительно отвезти скорую помощь нуждающейся в стране? Ну, я бы сказал, что это просто непросто, но ради, что это рабочая командировка, что у нас есть, у нас был план, мы его придерживались, у нас будут материалы, они будут готовиться к эфиру. Наша задача была снять документальный фильм в этой поездке, мы наснимали терабайт видео, кто разбирается в этих объемах, сам поймет, как это много. Так что это в первую очередь работа, а я бы сказал, что во вторую очередь... Ну да, хотелось посмотреть своими глазами на то, что там происходит, и рассказать о ребятах, которые там волонтерят, занимаются благотворительностью, привозят те же машины скорой помощи. Тем более, ну, собственно, мы же начали сбор средств и благополучно, недоволь-таки быстро собрали деньги на машину целую, мы ее купили, мы ее доставили, по-моему, все хорошо получилось. Вот она, да, у вас на экране, это уже, да, это уже в конечной точке нашего путешествия возле городской больницы города Изюм. Ну, главная миссия, собственно, выполнена. Да, Леш, вот хочу тебя спросить еще, ты, ну, безусловно, как все, как все мы, как все журналисты, вот уже 9 месяцев находишься в этом, во всем информационном потоке, ведешь программы, делаешь интервью, выходишь на прямую связь непосредственно, в том числе и с Украиной, с людьми, которые там остаются, либо которые приехали сюда. Да, и, в общем-то, казалось бы, что мы уже из различных источников знаем все об этой войне, но вот оказавшись там, на месте, что ты почувствовал, что ты увидел? Это было иначе, нежели ты себе представлял? Ну, да, это сильно, сильно впечатляет и в такую вгоняют в грусть, в депрессию, потому что, ну, допустим, мы одним вечером были в Харькове и заехали в такой район Салтовка, где жило несколько сот тысяч человек до войны. И район, ну, представьте себе, не знаю, там 10 золи туда или 10 спурсимсов. И вот он, этот весь этот район, там нет практически ни одного же, ну, осталось немного, но в каждом доме выбитые стекла и вместо них фанера. Это значит, что, ну, эти окна выбило взрывной волной, а дома, которые ближе, так скажем так, к границе этого района, причем в каком-то неимоверенном количестве, разрушены, спалены, уничтожены снарядами, ракетами. И ты, мы там встретили женщину, и там нет, а, да, и самое главное, что там нет ни света, ни отопления, ни воды горячей. И мы встретили женщину, которая сидит возле подъезда вечером, вот, стемнело, она просто сидит с кошкой возле подъезда. Мы с ней поговорили. Женщина возраста примерно моей матери, и вот она живет одна в этой девятиэтажке, осталась одна со своей дочерью. Ну, и это, и самое страшное, что вот они сидят, и эта ночь спускается, темноста спускается, и это очень жуткое впечатление оставляет. Потому что, не знаю, ну, наверное, женщина уже привыкла, хотя к этому трудно привыкнуть, она сейчас просто ждет, когда я хотя бы там крышу починю, как раз там кран подогнали. Днем чинили. Скажем так, днем еще ничего, еще терпимо, а когда наступает вечер, когда нет света, городского освещения ни в одном городе нет. Вообще. То есть мы тут приехали, у нас очень светло, потому что там в Киеве, а не в Киеве нету. Ну, вообще, как-то впечатлений много, и они все печальные. Леш, ну, вот если говорить о твоей журналистской миссии, ты сказал, что терабайты материала ты привез, могу ли я задать тебе вопрос, когда мы увидим результат все-таки этой поездки, когда будет готов твой документальный фильм об этом? Ну, какие-то сюжеты, какие-то интервью мы покажем максимально быстро, в ближайшие недели, но фильм, наверное, в декабре, по плану покажем в декабре. Я не могу назвать точные даты, потому что надо это все сейчас сесть, начать отсматривать, отслушивать, это очень много времени занимает, еще есть параллельная работа, в общем, ну, декабрь раньше, точнее не скажу. Да, Леш, спасибо большое, все понятно, действительно, работа предстоит большая, можно себе лишь только представить, какого труда будет стоить все это отсмотреть, отслушать, может быть, заново пережить, и самое главное, как отказываться от каких-то важных материалов и выбирать, что называется самое-самое важное. Алексей Дунда, журналист РУС ЛСМ ЛВ, был с нами на прямой видеосвязи. Продолжение следует...